МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Унесенные ветром. Сколько будет еще бушевать ураган на Алтае? Пробок меньше. В Барнауле открыли еще один отремонтированный участок дороги. Неподелка, как настоящий китаец кормит настоящей китайской едой в Барнауце. В Барнауле продолжает бушевать ветер. Гидромедцентр объявил шторм-прогноз в Алтайском крае. Скорость порывов может достигать 30 метров в секунду. Так, на пересечении улиц Малаховой и Балтийской штормовой ветер перевернул остановочный павильон. А недалеко от перекрестка на Смирново и Горно-Алтайской на машину упало дерево. Автомобиль сильно пострадал. Коммунальные службы города устраняют последствия непогоды, собирают упавшие ветки, деревья. Спасатели советуют пережидать сильный ветер в зданиях с закрытыми окнами. На улице лучше обходить стороной рекламные щиты и деревья, а также не ходить близко к дамам. Семьям погибших в ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск выплатят по 50 тысяч рублей на похороны. Пострадавшие в аварии получат компенсацию по 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. Напомним, трагедия произошла в эту субботу. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись микроавтобус «Фиат Дуката» и мини-вэн «Ниссан». В машинах находились 16 человек, 8 из них погибло. Накануне краевые чиновники обсуждали меры предупреждения о смертельных ДТП. Например, председатель АКЗС Александр Романенко предложил установить камеры и запретить обгон на участке дороги, где произошла авария. А депутат Госдумы Наталья Кувшинова призвала строить четырехполосные дороги. Накануне стало известно, как чувствуют себя пострадавшие в аварии, которых доставили в краевую больницу скорой помощи в Барнауле. По словам главного врача, все четыре пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, но медики дают благоприятный прогноз. Одна из четырех пациентов переведена из отделения реанимации сегодня в профильное отделение тяжелой сочетанной травмы в палату интенсивной терапии. То есть трое сейчас, три заболевания? Три пациента в реанимации, но не исключено в ближайшие дни перевод еще одного из пациентов также в профильное отделение. Накануне в Аллейском районе простились с участницами коллектива «Сударушки». Еще двух женщин из коллектива похоронят сегодня. Ну а мы продолжим. В Барнауле сегодня открыли отремонтированный участок дороги по улице Солнечная Поляна. Ее построили в короткие сроки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Четыре полосы протяженность 800 метров. Вложено почти 150 миллионов рублей. Строительство полотна началось в июне этого года и должно было завершиться в следующем году. Но подрядчик ускорился и объект сдали уже в октябре. Появление новой дороги позволило перенаправить транспорт из микрорайона Солнечная Поляна и снизить загруженность других улиц. Разгрузить дороги просторную, жасминную, в конечном итоге Павловский трактор. Вот что сегодня для города Барнаула – это дорога. Здесь были полностью проведены работы по устройству земполотна, по прокладке ливневой канализации коллектора, устройству дорожной одежды, асфальта бетона, сеть освещения, тротуары, газонная часть, озеленение – это посадка деревьев. К другим событиям по Алтайскому краю отправилась в путешествие «Жар птица». Так называется краевой театральный фестиваль. Да не простой, а православный. Он стартовал в Барнауле и в ближайшие дни пройдет в нескольких городах региона. Краевому дворцу молодежи не в новинку встречать большие шумные театральные представления, но такое здесь бывает не каждый день. В гостях у «Жар птицы» – фестиваль, который уже шестой год проводит Алтайская метрополия. Каждый год темы неизменно религиозные, но всегда разные. Например, на этот раз постановки посвящены жизни и деятельности святых апостолов. Шесть творческих коллективов из одного только Барнаула, в основном команды церковных приходов и воскресных школ. Ставят и даже пишут пьесы зачастую сами участники разных возрастов, при этом выбирая порой весьма актуальные темы. Наша постановка «Крым – наследие апостола Андрея Первозванного» – это современная постановка о присоединении Крыма, о тех страданиях и переживаниях жителей. Нам нравится выступать на публике. Мы в нашем храме уже выступали, но это была малая сцена. А сейчас мы, получается, всем коллективом первый раз выйдем на большую сцену. По словам организаторов, такой православный театр – своего рода возвращение к театральным истокам. По их словам, именно такие постановки на религиозные темы еще в 17 веке заложили основы театрального искусства в России вообще. Поэтому критерии для отбора победителей, а это все-таки конкурс, своеобразные. Здесь как бы не нужно особо игры, особо вот изображение чего-то из себя строить, а именно органичность, чтобы вот в этой пьесе все было просто, осмысленно. Кстати, уверены организаторы, поскольку многие участники театра планируют в будущем или уже являются служителями церкви, сценический опыт поможет им увереннее себя чувствовать, например, читая проповедь. До конца этой недели фестиваль пройдет в Новоалтайске, Бийске, Заринске. Поскольку там есть свои любительские театры, то в целом участие примут 20 коллективов. А 4 ноября фестиваль вернется в Барнаул. Тогда в концертном зале Агиика пройдет гала-концерт. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Тараканов он никогда не жарил, но свинину в кисло-сладком соусе тушит, как именитые шеф-повара. Бывший студент технического университета в свое время не смог прожить в Барнауле без родной китайской кухни. Позже вернулся в краевую столицу уже как предприниматель и открыл здесь кафе быстрого питания. Так что такое настоящая китайская кухня и почему в Барнауле проще развивать свой бизнес, узнаем прямо сейчас. В Алтайский край Лью Чи Цян приехал еще пять лет назад, чтобы получить образование в техническом университете. За это время ему удалось быстро освоить русский язык, найти друзей и привыкнуть к городу. После окончания учебы решил на год уехать в Китай. В Барнаул вернулся уже с образованием повара, китайскими соусами, специями и желаниями открыть свое кафе. Рассказывать, что на ремонт помещения и оформление всей документации потребовалось два месяца. Но в Китае, как выяснилось, открыть свой бизнес было бы сложнее. Там давление, ну типа конкурентов много. Если ты хочешь открывать, перед тобой уже открыли типа 100, уже 200 кафешек, а здесь что-то не так. Кстати, китайскую кухню россияне уже давно знают и любят. Правда, знания эти порой весьма ограничены. Тараканов они жарят, очень знаю. Еще пельмени вот из китайской кухни они перешли в нашу как бы, вот и все. Соусы очень вкусные нравятся мне. Их вот это вот из риса лапша нравится мне. Ну, не так часто посещаем мы такие рестораны, но все равно где-то предпочитаем покушать. На самом деле китайской кухни не существует. Кулинарные традиции внутри Китая очень сильно различаются. И каждая из провинций имеет собственные блюда. Многие говорят, что вы там кушаете что-то червь и так далее. Я говорю, нет. Это разные провинции, разные традиции. А на нашей провинции нет. Так что попробовать лягушек или тараканов вам не удастся. Готовят шицян из продуктов, которые обычно используем и мы. Мясо, рыбы, картошки, лапши и овощей. Отличаются такие блюда только соусами и технологиями приготовления. Шицян считает, что у русских не все в порядке с аппетитом, так как китайцы всегда заказывают порции в два раза больше. На вопрос, планируете ли вы вернуться на родину, повар ответил, в ближайшее время нет. В Барнауле он намерен не только развивать свой бизнес, но и построить семью. Возможно, с русской женщиной. Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд и погоди спонсор прогноза компания Эвалара. У меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok